приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы приготовим замечательное блюдо которое мы привезли из балканского полуострова это блюдо называется мясобурек как вы наверное знаете если не знаете я вам расскажу в балканских странах очень любят всякую выпечку там готовят очень много всяких вкусностей из слоеного теста в том числе готовят такую штуку ее можно использовать как и основную еду так и закуску как буреки это своего рода рулетик с разной начинкой с мясом сыром бывает сыром и зеленью бывает со шпинатом сегодня мы приготовим с мясом он нам нравится больше всего а со временем снимем еще один ролик про бурек с сыром вот допустим такой бурек называется в балканских странах мясобурек ну и собственно говоря что нам понадобится мы взяли полкило жирной свинины луковица тесто мы решили не заморачиваться не делать сами а купили замороженное дрожжевое тесто также также нам понадобится немножко подсолнечного масла и что этого риса сезам да сезам и перекручиваем мяско на пар мяско мы перекрутили и теперь нам надо порезать лук для того чтобы сделать зажарку сейчас лариса поплачет немножко да как мы должны порезать лук я щас наверное лучше покажу потому что принципе его можно порезать на вкусу то есть мелкими кубиками чуть покрупнее но я вот такими отрежу то есть чтобы лучок чувствовался да видно то есть средненько лучок и лучок режем средненько не сильно мелкой не сильно для фарша в первую очередь нам надо зажарить лук зажарить его надо до золотистого цвета отправляем лучок на сковородку и обжариваем до золотистого до такого светло золотистого состояния мы обжарили лучок добавляем туда фарш и как-то называется припустить до или нет ну в общем расскажи что надо сделать старшим чтобы хозяйки поняли тебя его нужно немножко обжарить то есть не дожаривать до золотистой корочки а просто чтобы испарилась жидкость и надо его помешивать постоянно чтобы не было больших комочков жидкость фарша частично выпарилась и он практически готов вот такой вот он немножко изменил цвет и нам надо его посолить и поперчить естественно перчим и солим и по вкусу я например люблю когда в буреках очень много черного перца я вообще люблю много черного перца и в варениках и в тельменях и в буреках во всем где в блинчиках во всем где присутствует фарш то есть фарш не нужно пересушивать он должен быть сочным но в то же время лишней жидкости тоже не должно быть распаковываем дрожжевое тесто мы ему естественно дали разморозиться она немножко подошло и сейчас лариса нам покажет как его надо подготовить чтобы слепить из него мясо буреки а для чего маслом я думал досточка мукой смазывается всегда понял смазали досточку маслом и фигачим на нее тесто полосочка где-то 45 сантиметров да вот значит поперек поперек рулончика разрезаем такие полосочки тесто оказалось такой толщины как нам нужно поэтому я его раскатывать особо не буду просто немножко расправлю то есть эту полосочку тесто немножко растянула и по ширине и по длине и выкладываешь горкой на нее фарш в длину а мне кажется короткий мы там ели более длинные мясо буреки если брать более побольше упаковка то мы брали полкило тесто а когда берешь килограммов там получается длиннее можно либо развернуть а можно развернуть и в длину вообще-то сербии допустим этот мясо бурек делают длиной метра полтора и потом скатывают в такой круглый ну как сказать в спиральку и он получается как пирог его потом режут как пирог секторами допустим в болгарии в черногории в хорватии их делают вот такие вот не длинные и сворачивают в такие интересные курдуплы как видите лариса защипила защипила вот эту вот штучку и выкладывает на противень и сразу же формует формует вот этот вот загадочный курдуплик вот таким вот образом я под хвостик туда прижал бы для красоты больше чик но он еще подойдет соединиться соединиться да и в точно таком же духе мы делаем остальные мясо буреки очень вкусная штука обожаю ее вообще балканская балканская выпечка это друзья не что и вот мы будем делать на днях еще будем делать плацинду это сложная штука из вытяжного теста которого лариса боится мне она очень нравится тоже очень вкусная штука вообще-то буреки делаются из вытяжного теста тоже это мы делаем такой более простой простецкий вариант чтобы не заворачиваться по-быстрому да не ларис ты путаешь буреки именно из листкового этого из слоеного теста делаются именно буреки из слоеного буреки те которые мы пробовали в Багарии в Румынии в Черногории вот они делаются из такого теста ну и Багария буреки тоже из такого теста ну ладно не будем спорить в общем мы делаем балканские мясо буреки и поверьте независимо от того из какого теста вы их сделаете это очень очень вкусная штука как закуска если вы приглашаете большую компанию друзей на печь потратить буквально полчаса на печь мясных и сырных буреков закуска просто идеальная и поверьте вы очень сильно удивите своих друзей вот так же мы их таким образом формуем вот мы подготовили мясо буреки мы их оставляем на несколько минут чтобы они подошли в это время нам надо взбить яичко я вам пока расскажу как вы заметили мы выпекаем на противень ложим эти как же они называются тефлоновые коврики вот такая замечательная штука я нашел ее на алиэкспрессе и заказал лариса вначале один коврик можешь показать его вот такие вот тефлоновые коврики стоит он что-то около доллара для выпечки это вообще нечто ничего к нему не пригорает никакого масла не надо вообще замечательная штука хороший заменитель пергаментной бумаги вот все то что делается на пергаментной бумаге можно делать на этом коврике но только он многоразовую бумагу потом бумаги так или иначе прилипает и ее приходится выбрасывать если друзья вы вдруг не найдете на алиэкспрессе такой штучки напишите в комментарии я вам обязательно сброшу ссылку и дальше мы обмазываем наши буреки взбитым яичком присыпаю духовочку мы разогрели до 180 градусов и ориентировочное время выпекания буреков около 20 минут но не забывайте их контролировать естественно что бы не вот такие вот изумительные замечательные буреки у нас получились я уже попробовал друзья на вкус просто объедение как видите это такой рулетик из слоеного теста в котором внутри фарш ларису сейчас попросим она нам разломает его и покажет его на на разломе так сказать вот отлично вот такой вот рулетик с мясом очень очень вкусно вообще просто потрясающая штука я даже уже не выдержал у меня тут был кальвадосик домашний и я один мясо бурек с кальвадосиком домашним и съел поверьте друзья штука очень вкусная стоит того чтобы потратить полчаса и ее приготовить поэтому желаю вам успехов если у вас будут какие то вопросы задавайте их в комментариях пишите свои отзывы об этом рецепте ставьте лайки подписывайтесь на наш канал на этом друзья мы заканчиваем рецепт балканских мясобуреков и ждите скоро мы сделаем еще рецепт сыра буреков тоже балканских тоже замечательная штука с зеленью с творогом просто пальчики оближете на этом все друзья пока